О, пришли. Это значит, кто же у нас идет тут, тележку тащит. Это Володя. А сзади-то Марина, похоже. Сетка сползла на голову ей. О. Так, ну останавливайтесь, ладно. Все. Дошли? Что рот-то развернуло, как рыбу на льду? Давай. Я сейчас покажу, что я сделал за это время. Посмотрите. Володя, вытащи это все, чтобы их не опрокинуть. Мозилку, вот все, ведра. Посчитай, сколько инструмента. Сделай, не порви, только сетку аккуратно. Она сгодится еще, никто не будет кусать. Так, подальше сюда. Проволоку вообще вон туда подальше. Вон туда, снизу опусти чуть-чуть рядом, чтобы за нее никто не запутался. Вот так. Ну вот и все. Ой-ой-ой, инструменты. Тогда мы ждем людей. Будут ли они еще? А я смотри, как сделал. Сверху фуражку делай, а снимать не будешь. Да? Да, конечно. Она тебя придавливает. А внизу еще, вот здесь вот, вот, глянь, резинка двойная под подородок подпишили. А у меня нет ее. Чего нету? Резинки. Да полно. Вон, любые бросают, женские трусы всякие. Вытащил резинку, да и все. Брошеная, брошеная одежда. Порвался. Сейчас фуражку надень. Он порвался. Крепко натяни ее там. Ну? Нет, нет. Ну, кого нет-то? Нет, привыкнешь. Ну, внизу на тебе и не нужно. Смотри. Я так старая, брошенная, какую одежу в резинках есть, вытаскиваю оттуда. Пройдем маленько сюда, Влади. Значит, надеяться на машину нам не приходится. Нету. Кун не подходит, чтобы не сломать. Он мне, Игорь, сказал. А бульдозер не готов. Его ремонтировать надо. Вот смотри. Сено вытащил на эту сторону. На ту, на три места. Гляди, сколько уже разворочено. Вот это все убрано. Теперь столб выкопать. Туда вытащил. Эту одну самую длинную нашел. Сейчас готово делаю. Один? Так один-то я еще не целый день работал. Да какой я работник-то? Так только. И посмотри, какой уровень-то поднялся. Это все туда земля, и оттуда земля туда идет. А то нам не дадут. Да не давай. Тем выше награда. Ну? Поняла? Да. Ну, слава богу. Вот так. А то ходят, кричат, слава Украине, москаляку, нагеляку. Вот она, нагеляку. Ты иди. Нагеляку-то. Это у тебя проквысят комары. Нагеляку. Так, разгружайтесь. Я сейчас попью маленько с вами тут. И все. Начинаем работать. Вот здесь это положи пока. Вот здесь. Да может, вот туда, вон к этому. К стену забрось. Там еще нет. Забрось их к стену. Красивый пруд. Очень даже красивый. Да глубокий какой. Тут, ну, не достанешь, если встанешь вертикально. Красиво вообще. А вот было. Вот так вот по верюк ходили. Вот так пожил. Вот это вот. Это вот за два года мы его подняли. Еще поднимем, бог даст. То есть у нас замыслы наполеоновские. Ну, помогай, ведра снимай. Никогда не стой, чтобы. Я тут первый раз хоть посмотреть. Ну, когда будет отдых, тогда посмотришь. Выдавай. Все, прячь. Чтоб мыши ничего не съели. Смотри, куда спаяло. Вот сейчас чуть заденешь, а оно ведро в воде будет. Ты совершенно не думаешь. Убери скорее оттуда. На самые кромочки. Туда ничего нельзя ставить. Там вода. Вот здесь пока положи в эту траншейку. В траншейку все, складывайте. Дальше траншейки мы не пойдем. Нам тут хватит. Вот так. Вот ломик, пила. У нас в будущем дождя палатки, топор, ножовку, веревки, березовка, ведра, мазила. Мазила – это отработка здесь. Толкушки, лопаты двух сортов. Теперь там палки, посмотри, куда развернуть. Это работа, это деревня. В городе ничего человек не знает. Он подошел, трамвай сел, заплатил, поехал. Краник открыл. Здесь нет. Здесь было пусто. Зато ты, понимаешь, ты приложил руки. А там никто ничего не прикладывал. Они все одинаковые стоят. Поэтому они такие в городе люди развратные и обозленные. Вот он ничего не может делать. Вот мы пруд делаем, покажем. Он обязательно ругаться будет. О, вы копали. Там черви были, лопатой порезали. Он больше ничего не может сказать. Чайка летает. А вы у него где-то гнездо разорили? Он слышал, но не знает. И у него нет ни имени, ни фотографии. Постой-ка. Вот на ту сторону посмотри, сколько белой мешки. Это с шерстью. Это я пришел сегодня туда все перетаскал. Вот это сено в горах тоже туда. Один? Да какая это работа? Меня спрашивают еще. А как сейчас я под прижом, туда пойдет пыль. Давай, лишнее с себя скидывай сразу. Оделась, как будто спать собралась. Вот как одета надо быть. Одна рубашка, одна юбка. Я нормально, я на всякий случай. Так, Володя, помоги вытащить вот этот столб ей. Я не буду трогать. Ну, уже подкопанный. И сразу спускайся вниз. Значит, примерно делай глубиной, вот такие вот. А слышь, вот такие нарезай. Ну, выше руку поднимай. Короче, вот тоже пойдут, потому что там наклонно идет. Нам нужно, главное, сейчас забутеть вот тот угол. Вот пойдем посмотрим. Я сейчас туда спущусь. Вот сюда вот встань. Вот туда вот. Где-то. Или на той стороне пройди. Я покажу, какая глубина. Это я сегодня закопал вверх. Вот эту. Чтобы вот туда вот вставлять было. А проволока, вот эта. Тогда вот эту вот стянет с той. Чтобы она не развалила. Вот это вот. Когда здесь что сделают тоже. Все это, видишь? Все. Вот так он будет их вбивать. Поняла? Да. Ну, и ясно дело, тут разговор будет другой. Посмотри, какая глубина. Это вода промыла. А по небу-то можно будет ездить? Конечно. Ой-ой-ой. Вот она где вниз. Вниз это вода должна быть. Вот один. Это два уже свободно. Ну, ясно дело, что где-то 3,40-3,50. Это промыв такой. Здесь вот такая же была ровная. Ну, вон, видно стенку? Ну, и здесь тоже вот она. И вон, куда промыла. Это вон она, глина, где. Тут вода это серьезная. С водой сравнивается только непослушная женщина. Не давай, говорит, злой воде выхода. Злой жене воли. А воде выхода. Вот так. Ты знаешь свою природу. Слушать еще говорят тебе. Ну, давайте, помолимся. Я молился тут еще раз. Сейчас будете вытаскивать. И вот эту вот глину кидать прямо на середину туда добрасывать. Больше ничего не надо. Остальное дело покажет. О! Мошка не кусает. Только руки достает. Господи Божий, какую красоту Ты дал человеку. Слава Тебе. Благослови наш труд. Между нами да будет мир, любовь и согласие. Пошли нам добрых помощников. Господи, побуди их приехать. Для славы Твоего Святого имени. Вспомни, Господи, тех, кто первый приехал сюда, потеряя в их рейшкову. Воздаем добром вечности. Какое место красивое они избрали для жилья своего. А мы вошли в чужой труд. Упокой их в обителях небесных. Тебе, Господи, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Все, поехали. Так вот, Шиле, ты где мне перец? Перец-то где у ней? Вот где от солнца вот такая вот штука. Это мне наперед надо, да? Да, это от солнца. Все, понял. Володя, когда пойдешь, вырезай один куст, вырежешь, изрежь его, подтащишь. Тебе помощников не будет. Второй куст вырезай. Сухие, сырые, разницы нету, тащи. Но чтобы в каждой воде втыкали, были сырые. Потому что сухие, мы вот здесь, вот она слишком близко, мы его набьем колышки до сих пор примерно. Укрепим берег ими. Она нарежь вот такой вот длины хватит. Она об них будет разбиваться вонула. Все. Рукавички надевай. С себя этот шубур снимай. Так, я пошел еще, меня тоже привезли попить. Там березовку. Достань. Так. Это вода. Это вода, да? А березовка где? А березовка есть же? Да, она есть. Вот это, да? Да, да, да. Так, куда-то спрятать надо в эту. Возьми, Марина, вот туда, в эту, в траву заложи. Бутылки отдельно вытащи, чтобы никуда не делись. Чтобы они солнышком не хватались. Так солнце не печи пока. Пока не печи. Вот представь себе, настоящий березовый сок. Настоящее озеро. Глянь, какая длина-то его. Ой-ой-ой. Как березы прям вошли в воду. Городской человек ничего этого не знает. На, вот эту положи туда. Закрою. Так, начинаем работать. Руколар раскатай, иначе тебя кусать будут. Все, дружок, поехали. Поехали. Вы сейчас вытащите только вот этот. Я не буду, мне это совсем не полезно. Я попробовал один, у меня еще не получилось. А вот это мне по силам. Ну, все, слава богу. Аллилуйя. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...